Привет, друзья! Продолжаем с вами читать книгу «Чёрный обелиск». Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте «Армию», поддерживайте проект «Полюнуться.ком» и подписывайтесь на канал Романа Самболюка. Мы с вами продолжаем читать книгу Эриха Марии Ремарка «Чёрный обелиск». Глава восемнадцатая на очереди. Гробовщик Вильки смотрит на женщину с удивлением. «Почему вы не возьмёте два маленьких?» – спрашивает он. «Стоит ненамного дороже». Женщина качает головой. «Они должны лежать вместе». «Но вы же можете захоронить их в одной могиле», – говорю я. «Вот они и будут вместе». «Нет, это не то». Вильки чешет затылок. «А вы что скажете?» – обращается он ко мне. Женщина потеряла двоих детей, и они умерли в один и тот же день. И она хочет приобрести для них не только общий памятник, но и общий гроб. Нечто вроде двойного гроба. Вот почему я вызвал Вильки в контору. Для нас-то это дело простое. Памятники с двухсторонней надписью мы ставим чуть не каждый день. Бывают даже семейные памятники. С шестью, восемью именами. Женщина кивает. «Пусть так и будет. Пусть лежат вместе. Они и в жизни всегда были вместе». Вильки вынимает из кармана куртки столярный карандаш. «Да ведь гроб будет выглядеть довольно странно. Он получится слишком широкий, почти квадратный. Ребята же еще очень маленькие. Сколько им? Четыре с половиной». Вильки набрасывает рисунок. «Вроде квадратного ящика», – заявляет он наконец. «А вы не хотите?» «Нет», – прерывает его женщина. «Пусть лежат вместе, они близнецы». «Можно и для близнецов сделать очень красивые отдельные гробики. Белые, лакированные, форма приятнее. Такой вот двойной квадратный гроб очень некрасив. Мне это все равно», – возражает женщина упрямо. «У них была двойная колыбель и двойная коляска. А теперь пусть у них будет и двойной гроб. Пусть так и останутся вместе». Вильки опять делает набросок. Ничего не получается, кроме квадратного ящика. Его не делает красивее даже плющ на крышке. Будь это взрослый, можно было бы удлинить гроб. «Но дети слишком коротенькие». «Я даже не знаю, разрешается ли это», – выдвигает он свой последний аргумент. «А почему могут не разрешить?» «Уж очень необычно». «А что двое детей умирают в один день, это тоже необычно», – говорит женщина. «Правда, особенно если близнецы». Вильки вдруг начинают интересоваться этими детьми. «У них и болезнь та же была». «Да», – сурово отвечает женщина, – «та же болезнь». «Родились тут же после войны, когда есть было нечего. Близнецы, а у меня на одного-то молока не хватало». Вильки наклоняется к ней. «Та же самая болезнь». В его глазах вспыхивает любопытство исследователя. «Говорят, у близнецов это бывает, астрология. Но так как насчет гроба?» – спрашиваю я. «Не похоже, чтобы женщина стала продолжать разговор с Вильки на эту захватывающую тему». «Попытаюсь», – отвечает Вильки. «Но я не знаю, разрешается ли это». «Вы не знаете?» – обращается он ко мне. «Можно справиться в клуббищенской конторе». «А как насчет священников? Какую веру крещены младенцы?» Женщина отвечает не сразу. «Одного крестила католик, другого – евангелист». Наконец, отвечает она. «Так мы договорились. Муж – католик, я – евангелистка. Поэтому и решили поделить близнецов. Значит, одного вы крестили в католическую веру, а другого – в евангелическую». «Ну да». «И в тот же день?» «Да, в тот же день». Интерес Вильки к странностям жизни пробудился снова. «И, конечно, в двух разных церквах». «Разумеется, – нетерпеливо отвечаю я. Где же еще? А теперь? Как же вы их различали?» – прерывает меня Вильки. «То есть все это время они были очень похожи?» «Да», – отвечает женщина. «Точно два яйца». «Вот-вот, так как же можно отличить одного от другого, еще таких маленьких? Вам удавалось? Особенно в первые дни, ну, когда все ввергну». Женщина молчит. «Но ведь теперь уже это все равно», – заявляю я и делаю Вильки знак, чтобы он прекратил расспросы. «Но Вильки все еще полон научного любопытства, чуждого всякой сентиментальности. Совсем не все равно», – отвечает он. «Ведь их же придется хоронить один католик, другой евангелист». «Вы знаете, который католик?» Женщина молчит. Вильки все больше горячится. «Вы думаете, вам разрешат хоронить их одновременно?» «А ведь если у вас будет общий гроб, придется. Но тогда должны присутствовать и два священника – католик и евангелист. Они ни за что не пойдут на это. Они сильнее ревнуют Господа Бога, чем мы, наших жен». «Но вас, Вильки, все это совершенно не касается», – говорю я и под столом даю ему пинок. «А близнецы», – восклицают Вильки, – не обращая на меня внимания. Ведь католика похоронят тогда по евангелическому обряду, а евангелиста по католическому. Вы представляете, какая путаница будет? Нет, с двойным гробом ничего не выйдет. Два отдельных гроба вот так придется сделать. Тогда каждая религия получит своего, а священники могут повернуться друг к другу спиной и их отпевать. Вильки, видимо, считает, что одна религия – я для другой. «Вы уже говорили со священниками?» – усведомляюсь я. «Говорить будет муж», – отвечает женщина. «Меня очень интересует, как же в таком случае?» «Вы берете сделать двойной гроб?» – прерывает его женщина. «Сделать-то можно, но я вам скажу. Сколько это будет стоить?» – спрашивает она. Вильки чешет затылок. «Когда он вам нужен?» «Чем скорее, тем лучше. Тогда мне придется всю ночь работать сверхурочно. Его нужно сделать заново, таких нет. Сколько это будет стоить?» – снова спрашивает женщина. «Я вам скажу, когда буду сдавать. Сделаю дешево ради науки. Я только не смогу взять его обратно, если вам не разрешат». «Разрешат». Вильки с удивлением смотрит на женщину. «А вы откуда знаете?» «Если священники не согласятся, похороним без священников», – сурово заявляет женщина. «Они всегда были вместе, пусть вместе и останутся». Вильки кивает. «Значит, договорились. Я вам доставлю гроб, но предупреждаю. Обратно не возьму». Женщина вытаскивает из сумки кожаный кошелек на молнии. «Хотите получить аванс?» «Да уж, так полагается, на материал». Женщина смотрит на Вильки. «Миллион», – заявляет тот слегка смущенный. «Женщина ему дает деньги, бумажки мелко сложены. Запишите адрес», – говорит она. «Я пойду с вами», – отвечает Вильки, – «сниму мерку. Вы получите хороший гроб». Женщина кивает и смотрит на меня. «А памятник? Когда вы его доставите?» «Когда хотите. В общем, памятник ставят обычно через несколько месяцев после похорон. А мы не могли бы получить его теперь же?» «Конечно. Но лучше подождать. Через некоторое время земля на могиле осядет, и лучше уже тогда ставить памятник, иначе его придется укреплять еще раз». «Ах так!» – отвечает женщина. «На ней кажется, что ее зрачки дрожат. Нам хотелось все же получить памятник сейчас. Разве нельзя? Нельзя установить его так, чтобы он потом не оседал. Тогда нужно подводить специальный фундамент для памятника. Еще до погребения. Хотите?» Женщина кивает. «На памятники должны быть их имена. Не будут же они лежать просто так. Лучше, если вы теперь же напишите их имена». Она дает мне номер места на кладбище. «Я бы хотела тоже воплотить вперед», – говорит она. «Сколько это стоит?» Она снова открывает кожаный кошелек. Смущенно, как и вильки, я называю цену. «Ведь теперь все считают на миллионы и миллиарды», – добавляю я. «А помните, у них вначале был памятник небольшой за 30 тысяч марок, а теперь на миллионы. Вот какая инфляция». Трындец, конечно, считать про то, как женщина заказывает памятник двоим маленьким детям и гроб. Возможно, если бы не было войны, у меня бы это так не ужасало. Я бы относилась бы к этому, как к книге. Но иногда не можешь относиться, как к книге. «Странно, иной раз, потому как люди складывают банкноты, можно судить о том, честны они и порядочны или нет. Женщина разворачивает одну бумажку за другой и кладет на стол рядом с образцами гранита. «Мы отложили эти деньги им на школу», – говорит она. «Но к тому времени, конечно, их уже не хватило бы. А теперь хватит хоть на памятник». «Исключено», – восклицает Резенфельд. «Вы вообще имеете представление о том, сколько стоит черный шведский гранит? Его привозят из Швеции, молодой человек. И он не может быть оплачен векселями на немецкие марки. За него надо платить валютой, шведскими кронами. У нас осталось всего несколько глыб для друзей. Последние – это все равно, что голубые бриллианты. Одну я вам дам за вечер, проведенный с мадам Вацак. Но две? Вы что, спятили? С таким же успехом я мог бы потребовать от Гиндербурга, чтобы он стал коммунистом. Что за мысль? Вот видите? Так примите от меня эту редкость и не пытайтесь вытянуть из меня больше, чем ваш шеф. Так как вы одновременно и посыльный, и директор конторы, то не ваше дело заботиться об авансе. Это-то, конечно, нет. Я действую с чистой любви к граниту, притом платонической. Я даже не намерен его продавать сам. «Нет», – спрашивает Резенфельд, и наливает соберемку водки. «Нет», – отвечаю я, – «дело в том, что я решил поменять профессию». «Опять?» Резенфельд так передвигает свое кресло, чтобы ему было видно окно Лизы. «На этот раз да. Опять школьные учителя?» «Нет. Я уже не настолько наивен и не настолько самоуверен. Не посоветуете ли вы мне что-нибудь?» «Вы ведь повсюду разъезжаете». «Что именно?» – спрашивает Резенфельд без всякого интереса. «Какое-нибудь занятие в большом городе, хотя бы курьером при какой-нибудь газете. Мне все равно». «Оставайтесь тут», – говорит Резенфельд. «Тут вы на месте. Мне вас будет не доставать. Почему вы хотите уехать?» «Не могу сказать вам точно. Если бы я мог, не было бы такой срочности». «И я не всегда это чувствую, только время от времени. Но в эти минуты я уверена до черта, что так нужно. И сейчас уверены. И сейчас уверены. Боже мой!» – восклицает Резенфельд. «Вы еще не раз будете жалеть, что уехали отсюда». «Безусловно, поэтому я и хочу уехать». Вдруг Резенфельд вздрагивает, точно схватился мокрыми лапами за электрический провод. Лиза включила свет в своей комнате и подошла к окну. Она, вероятно, не видит нас в полутемной конторе и спокойно снимает блузку. Под блузкой у нее ничего нет. Резенфельд громко сопит. «Боже, разрази меня! Какие груди! Ведь на них спокойно можно поставить пол-литровую кружку с пивом, и она не упадет». «Тоже неплохая мысль», – замечаю я. Глаза Резенфельда блестят. «И фрау Ватцек всегда показывается в таком виде?» «Она довольно беззаботна, ведь ее никто не видит, кроме нас, конечно». «Слушайте», – говорит Резенфельд, – «и от такой возможности вы хотите отказаться?» «От уж действительно дуралей». «Да», – соглашаюсь я и умолкаю, – Резенфельд, словно индеец, в Вюртембергском театре крадется к окну, держа в одной руке стакан, в другой бутылку водки. Лиза расчесывает волосы. «Когда-то я мечтал стать скульптором», – говорит Резенфельд, не спуская с нее глаз. «Для такой стоило бы. Черт его знает, чего только мы в жизни не упускаем». «Вы хотели стать скульптором по граниту?» «При чем тут гранит?» «При работе с гранитом модели стареют скорее, чем бывают закончены художественные произведения», – говорю я. «Он такой твердый. При вашем темпераменте вы могли бы самое большее работать в глине. Иначе вы оставили бы после себя только незавершенные извояния». Резенфельд стонет. Лиза сняла юбку, но тут же выключила свет и намерена уйти в другую комнату. Владелец гранитного завода еще некоторое время не отходит от окна. Затем оборачивается. «Вам-то легко!» – рычет он. «Вас не терзает демон. Самое большое – ягненок». «Мерси!» – отвечаю я. «И у вас это тоже не демон, а козел. Что еще?» «Письмо!» – заявляет Резенфельд. «Вы не будете так добры передать от меня письмо?» «Кому?» «Фрау Вацик, кому же еще?» «Я молчу. А я подумаю о какой-нибудь должности для вас. Но я храню верность Георгу, как Нибелунг. Хотя бы это стоило мне моей будущности». «Я и без того о вас позаботился», – льстиво заявляет Резенфельд. «Знаю», – отзываюсь я. «Только зачем вам писать? Письмами ничего не достигнешь, да и потом вы же сегодня уезжаете. Отложите все это до своего возвращения». Резенфельд опивает стакан. «Может быть, вам покажется смешным, но таких вещей не откладывают». В эту минуту Лиза появляется на пороге своей двери, на ней обтягивающая фигуру, черный костюм и туфли с такими высокими каблуками, каких я еще не видала. Резенфельд замечает ее в ту же минуту, что и я. Он охватает со стола свою шляпу и выбегает из комнаты с возгласом. «Лови момент!» Я вижу, как он стрелой мчится по улице, а потом, держа шляпу в руке, почтительно шагает рядом с Лизой, которая дважды оглядывается. Наконец, оба скрываются за углом. Я гадаю, чем все это кончится. Георг Кролюш, конечно, мне все расскажет. Может быть, ему еще раз повезет и удастся все-таки выжать из Резенфельда второй памятник шведского гранита. Через двор проходит столер Вильке. «Как насчет того, чтобы собраться сегодня вечером?» – кричит он мне в окно. Я киваю. Я ждал, что он мне это предложит. «Бах тоже будет?» – спрашиваю я. «Ясно! Иду за сигаретами для него». Мы сидим в мастерской Вильке среди опилок, гробов, цветочных горшков, сосновых досок и горшков с клеем. Пахнет смолой и свежими сосновыми стружками. Вильке достругивает крышку гроба для близнецов. Он решил сделать на ней бесплатно цветочную гирлянду, даже позолоченную. Когда он чем-нибудь заинтересуется, на заработок ему наплевать. А тут он заинтересовался. Курт Бах сидит на черном лакированном гробу, украшенном имитацией бронзы. Подо мной шедевр разморенного дуба. Перед нами пиво, колбаса, сыр. Мы решаем провести с Вильке час духов. Дело в том, что гробовщиком примерно между 12 и часом овладевает меланхолия, страх и сонливость. Это час его слабости. Трудно поверить, но иногда он начинает бояться призраков и общества канарейки, которые живет в клетке для попугая над его верстаком. Ему становится недостаточно. Тогда он впадает в уныние, говорит о бесцельности бытия и тянется к водке. Мы не раз находили его потом утром, храпящим на опилках в самом большом гробу, с которым он 4 года назад так ужасно влип. Гроб был сделан для Блейхфельда, великана из цирка, который тогда гастролировал в Верденбрюке, и внезапно скончался после ужина, состоявшего из лимбургского сыра, крутых яиц, копченой колбасы, ржаного хлеба и водки. Скончался, однако, лишь по видимости, ибо в то время, как Вильке наперекор всем привидениям всю ночь строгал гроб, великан, вдруг вздохнув, восстал со своего смертного ложа и вместо того, чтобы, как полагается честному человеку, тут же известить Вильке, допил оставшиеся полбутылки водки и завалился спать. На другое утро он заявил, что денег у него нет, и гроба он не заказывал. Возразить тут было нечего. Цирк уехал, и так как гроба тут никто не покупал, Вильке так с ним и остался, его мировоззрение на время даже окрасилось некоторой горечью. Особенно негодовал он на молодого врача Вюльмана, которого счел во всем виноватым. Вюльман служил два года в армии, исполняя обязанности военного врача, и в нем развился некоторый авантюризм. Но ведь у него в лазарете перебывало столько полумертвых и на три четверти мертвых солдат, причем никто не возлагал на него ответственность за их смерть, не за криво сросшиеся кости, так что к концу войны у него накопилось в памяти немало интересных случаев. Поэтому он еще раз прокрался к Вюльману и сделал ему какой-то укол. Вюльман не раз наблюдал в лазарете, как от таких уколов умершие снова оживали. Быстренько вернулся к жизни Вилькан. С тех пор Вильке стал испытывать к Вюльману невольную антипатию. Не исчезла она и позднее, когда тот стал вполне приличным врачом и посылал родственников своих умерших пациентов к Вильке. А для Вильки гроб Великана служил постоянным напоминанием о том, что не надо быть слишком легковерным. И, вероятно, он поэтому же отправился с матерью близнецов к ней на квартиру, желая самолично убедиться, не разъезжают ли умершие ребята опять на деревянных лошадках. Для Вильки при его самоуважении было бы нестерпимо, если бы рядом с непродававшимся великанским гробом у него застрял также квадратный гроб для близнецов. И в его мастерской образовался бы какой-то склад гробов. Больше всего сердился он на Вюльмана за то, что ему так и не удалось поговорить с великаном по душам. Он все бы ему простил, если бы проинтервьюировал его относительно того света. Ведь великан был в течение нескольких часов все равно, что мертв. А Вильки с его любительской страстью ко всяким исследованиям и страхам перед духами многое бы дал за то, чтобы получить сведения о потустороннем мире. Это очень смешно, гробовщик, который боится духов. Курт Бах всем этим абсолютно не интересуется. Это дитя природы, все еще состоит членом берлинской общины свободно верующих, чей лозунг гласит «Ты жизнь земную сделай доброй и красивой, ведь нет миров иных, не свидимся с тобой мы». И особой причудой судьбы кажется то, что он все же стал скульптором, связанным с потусторонним миром, с ангелами, умирающими львами и орвами. Однако раньше он стремился к иному. Когда он был моложе, он ощущал себя чем-то вроде племянника Микеланджело. «Конарейка заливается, свет мешает ей спать, рубанок Вильке издает шипящий звук, за открытым окном стоит ночь». «Как вы себя чувствуете?» – спрашиваю я Вильке. «Вот усторонняя уже стучится в дверь?» «И да, и нет, ведь только половина двенадцатого. У меня такое же чувство, как если бы я при длинной бороде и в дамском платье с глубоким вырезом отправился гулять». Довольно неприятно, короче. «А вы сделаетесь манистом», – советует Курбах. «Когда ни во что не веришь, особой жути никогда не испытываешь и не бываешь смешон». «Тоже не годится», – говорит Вильке. «Может быть, но уж во всяком случае не будешь чувствовать себя как человек с большой бородой в декольтированном дамском платье. Так я себя чувствую только когда ночью смотрю в окно, вижу небо с его звездами и миллионами световых лет и должен верить, будто надо всем этим восседать некое существо вроде сверхчеловека. И для него очень важно, что получится из Куртобаха. Дитя природы спокойно отрезает себе кусок колбасы и ест его. Вильке нервничает все больше. Полночь уже совсем близко, а в эту пору он не любит таких разговоров. «Холодно, правда?» – замечает он. «Уже осень. Можете спокойно оставить окно открытым, – говорю я, видя, что он хочет закрыть его. Это бесполезно, духи отлично проходят сквозь стекло. Лучше взгляните-ка вон на ту акацию. Прямо Лиза Вацик среди акаций. Слышите, как в ее листве шумит ветер? Точно вальс в шелковых нижних юбках молодой женщины. Но настанет день, когда акацию срубят, и вы будете делать из нее гробы. Из дерева акации нельзя, их делают из дуба, ели, красного дерева. Ладно, ладно, Вильке, что, водка еще осталась? Гуртбах передает мне бутылку. Вдруг Вильке вздрагивает всем телом. Он чуть при этом не отхватил себе рубанком палец. «Слышите?» – испуганно спрашивает он. На лампочку налетел жук. «Спокойно, Альфред», – говорю я. Это не весть из потустороннего мира. Просто скромная драма в царстве животных. Навозный жук, стремящийся к солнцу, которая воплотилась для него в стосвечевой лампочке. Господи, что за перевод? Стосвечевая лампочка, висящая в заднем флигеле дома номер три по Хакенштрассе. «Мы договорились, что начнем перед самой полночью и будем до конца часа духов называть Вильке на «ты». Ему кажется, что тогда он более защищен. После часа мы опять перейдем на формальное «вы». «Не понимаю, как можно жить без религии?» – обращается Вильке к Куртубаху. «Что же тогда делать ночью, когда просыпаешься во время грозы?» «Летом?» «Конечно, летом. Зимой угроз не бывает. «Надо выпить чего-нибудь холодного», – отвечает Куртбах. «А потом продолжать спать. Вильке качает головой. В час духов он становится не только пугливым, но и чрезвычайно религиозным. Я знал одного человека, который, когда начиналась гроза, отправлялся в бордель», – говорю я. У него прям потребность возникала. Так-то он был импотентом, и только во время грозы это проходило. Едва он замечал приближение к грозовой тучи, он тут же хватал телефонную трубку и просил фрица принять его. Лето 1920 года было для него лучшим периодом его жизни. Оно так и кишело грозами. Иной раз бывали четыре или пять на дню. «А что он делает теперь?» – с интересом спрашивает Вильке, этот любитель исследований. «Умер?» – отвечаю я. «Скончался во время последней страшной грозы в октябре 1920 года. В доме напротив ночной ветер шумно захлопывает какую-то дверь. На церковных колокольнях бьют часы. Полночь. Вильке опрокидывает стаканчик водки. «А что, если бы нам прогуляться на кладбище?» – спрашивает безбожник Курт, который иногда бывает недостаточно чуток. Усы Вильке дрожат от ужаса, ветер дует прямо в окно. «Это называется друзья?» – восклицает он с горькой укоризмой. И тут же снова пугается. «Слышите? Парочка в саду. Перестань кострогать, Альфред. Ешь. Привидения не любят людей, которые едят. Шпротов у тебя не найдется?» Альфред смотрит на меня, как пёс, которого пнули в ту минуту, когда он следовал золу природы. Если вы помните, то Альфред, по-моему, за шпроты... Альфред или Куртбах? Альфред. За шпроты точно, да. Гробовщик Вильке. За шпроты предлагал нашему герою познакомить себя с Гердой. Герда – это его девушка, которая акробатка. То есть за шпроты сводничество предлагал. «Неужели нужно напоминать мне об этом именно сейчас? Напоминать о моих неудачах в любви и о том, как тяжело одиночеству для мужчины, когда он в самом соку? «Ты жертва своей профессии», – отвечаю я. «Не каждый может это сказать о себе, но пора сесть за наш супер, ужин». «Но пора сесть за наш ужин». Так это называют в высшем обществе. «Мы беремся за сыр и колбасу и откупориваем бутылки с пивом. Канарейки дают листок салата, и она жизнерадостно ликует, не спрашивая себя, атеистка она или нет. Курт Бах поднимает землистое лицо и потягивает носом. «Пахнет звездами», – замечает он. «Чем?» – вильки опускает бутылку в опилке. Это еще что за выдумки. «В полночь вселенная пахнет звездами». Брось, пожалуйста, свои шутки. Как может человек жить, если он ни во что не верит, да еще говорит такие вещи? «Что, хочешь обратить меня в истинную веру?» – спрашивает Курт Бах. «Ты, вымогатель наследия Божия». «Нет, нет, а может быть и да, пожалуйста». «Опять шорох, посмотри». «Да», – отвечает Курт, – «шорох любви». Мы снова слышим, как за окном кто-то осторожно крадется. Вторая парочка исчезает среди леса над гробей. Видно скользящее белое пятно. Это платье девушки. «А почему покойники выглядят совершенно иначе, чем живые?» – спрашивают вильки. «Даже близнецы». «От того, что их лица уже не искажены», – отвечает Курт Бах. «Вильки даже перестает жевать». «Как так?» «Не искажены жизнью», – поясняет Манист. «Вильки приглаживает усы и продолжает жевать». «В такое время могли бы, кажется, прекратить свои глупости. Неужели для вас нет ничего святого?» Курт Бах беззвучно смеется. «Бедняга, ты как усик плюща. Вечно тебе нужно за что-нибудь цепляться. Мне тоже глаза на лице Курта, словно вылепленным из глины, блестят, как будто они стеклянные. Обычно он, это дитя природы, довольно замкнут. И в нем видишь только скульптора-неудачника с неудавшимися мечтами. Но порой прообразы этих мечтаний словно прорываются наружу такими, какими были 20 лет назад. И тогда он кажется опоздавшим родиться фавном, одержимым видениями». Со двора снова доносятся потрескивания, шепот и шорох. «Две недели назад тут была целая история», — говорит Вильки. «Какой-то слесарь забыл вынуть из кармана свой инструмент. И они так бурно обнимались и так неудачно расположились, что дама вдруг напоролась на шиво. Тогда она сразу вскакивает, хватает маленький бронзовый венок и как даст механику по башке». «Вы разве не слышали об этом случае?» — обращается он ко мне. «Нет». Она так крепко насадила венок ему на уши, что он не мог его стащить. Я, зажигая свет, спрашиваю, в чем дело? Парень в страхе удирает, а на голове у него, как у римского политического деятеля, бронзовый венок. «Разве вы не заметили, что вас одного венка не хватает?» «Нет». «Подумать только». Он, значит, убегает, будто за ним угонится рой-ос. Я спускаюсь во двор, а барышня еще тут смотрит на свою руку. «Кровь!» — говорит. «Он меня уколол!» «В такую минуту!» Я смотрю на землю, вижу шило и рисую себе всю картину. Потом поднимаю это самое шило. «Может произойти изражение крови», — говорю ей. «Палец перевязать надо». «Задик нет, даже такой прелестный, как ваш». «Палец можно перевязать, а задик нет, даже такой прелестный, как ваш». «О, боже!» Да, она краснеет. «Как ты мог это увидеть в темноте?» — спрашивает Куртпах. «Луна светила? При луне не видно, если человек краснеет». «Ну, это чувствуется», — заявляет Вильке. «Значит, она краснеет, но все-таки держит юбку так, чтобы та не прикасалась к телу. Платье на ней было светлое, а пятна крови нелегко отмыть. Вот почему». «У меня есть йод и пластырь», — говорю. «И я умею молчать. Пойдемте». Она идет и даже не пугается. Вильке поворачивается ко мне. «Тем ваш двор и хорош», — с воодушевлением добавляет он. «Если кто любит среди могильных памятников, тому гробы не страшны». Так вот и случилось, что после йода, пластыря и глотка портвейна гроб великана послужил еще кое для чего. «Он стал беседкой вашей любви?» — спрашиваю я, чтобы знать наверняка. «Истинный кавалер вкушает блаженство, но молчит», — отвечает Вильке. «В эту минуту между тучами появляется луна, сияет белизной мрамор в саду, поблескивают черные кресты. А между ними мы видим четыре парочки». «Четыре парочки!» «Что у них там за площадь вообще?» «Ну, в смысле, размеры этого сада?» «Четыре парочки. Две расположились среди мраморных памятников, две среди гранитных. На миг они замирают, оцепенев от неожиданности, им остается только бежать или совершенно игнорировать новую ситуацию. Бегство дело не столь безопасное. Правда, можно благополучно скрыться, но зато получить такой нервный шок, что станешь импотентом. Я знаю об этом от одного ефрейтора, которого младший Фельфебель саперных войск застал в лицо с кухаркой. Этот ефрейтор на всю жизнь лишился мужской силы, и жена через два года с ним развелась. «Парочки поступают правильно. Словно олени смотрят они вокруг, и, обратив взоры на наше окно, единственное, которое освещено, оно светилось и раньше, остаются на месте. Точно их изваял Курт Бах. Теперь они воплощенная невинность, правда, немного смешная, как, впрочем, из культуры Курта Баха. И тут облако начисто стирает луну. Эта часть сада погружается во мрак, и освещенным остается только обелиск. Но что там за блещущий фонтан? Полевая обелиск стоит Кнопф, подобной брюссельской статуе, которую знает каждый солдат, ездивший в отпуск в Бельгию. Кнопф слишком далеко, и помешать ему уже ничем нельзя. Да и у меня сегодня не такое настроение. Почему я должен реагировать, как домашняя хозяйка? Сегодня я решила уехать из этих мест, и поэтому ощущаю поток жизни с удвоенной силой. Я чувствую ее во всем, в запахе свежих опилок и в лунном свете, в шорохе и скольжении парочек, в невыразимо волнующем слове «сентябрь», в моих пальцах, которые шевелятся, готовые схватить эту жизнь, в моих глазах, без которых все музеи мира опустили бы, в призраках, в привидениях и во всем происходящем, в отчаянном беге земли, несущейся мимо Кассиопеи и Плеяд, в предчувствии бесконечных неведомых садов под неведомыми звездами, а также важных должностей в больших неведомых газетах, в предчувствии рубинов, сейчас растающихся под землей в пунцовое сияние. Я ощущаю эту жизнь, и потому не могу запустить пустой пивной бутылкой фельфебеля Кнопфа, извергающего тридцатисекундный фонтан. В ту же минуту начинают бить часы. Час. Время духов миновало, мы опять можем называть Вилькиновы, пьянствовать дальше или опуститься в сон, как в горную шахту, в которой есть уголь, трупы, белые дворцы из соли, и скрытые в земле алмазы. Глава восемнадцатая закончилась, смешная и грустная. Берегите себя, друзья. Я надеюсь, я всем желаю спокойной ночи, спокойных дней, никаких воздушных тревог. Желаю вам всем возвращения к нормальной жизни, безопасности, чтобы ваши дома, ваши близкие были целы. Помогайте друг другу и ВСУ. Подписывайтесь на канал Романа Цембалюка и на канал Анны Навакович. Целую вас. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова